Друзья, всем привет! Вы на канале Меги Гигабольт. В этом видео будет распаковка по ссылке с сайта Алиэкспресс. Здесь должны находиться переходники. Сейчас все покажу, расскажу. Два набора по четыре штуки. Это переходники для батареек, либо аккумуляторов, типа размера 3А, то есть мизинчиковые, которые превращаются в пальчиковые. Для примера, вот у нас имеются вот такие вот аккумуляторы. Типоразмер 3А. И нам необходимо превратить их в такой вот типоразмер 2А. Берем мы вот такой вот бокс, который я заказал. Соответственно, открываем, вставляем сюда батарейку, либо аккумулятор, и вот таким вот образом захлопываем. Вот что у нас получается в итоге. Из батарейки, либо аккумулятора типа размера 3А, получили типоразмер 2А. То есть, как вы видите, все по габаритным размерам идентично. Такой способ может понадобиться, если у вас, например, радиоприемник питается, от батареек, либо аккумуляторов типа размера 2А, ну и вообще для бытовой техники. Как вы видите, я купил два набора. Стоили они в свое время 66 рублей за каждый. Поэтому ссылку я оставлю в описании под этим видео. Не первый раз покупаю, поэтому могу рекомендовать. И также хочу оставить отзыв о предыдущем товаре, который заказан на сайте Алиэкспресс. Заказывал я вот такие вот аккумуляторы для экшн-камеры. Бренд Бат Макс. И на каждом из аккумуляторов указана емкость 1400 мАч. Что не является действительностью. Сейчас я открыл спор. По этим аккумуляторам уже вмешался Алиэкспресс. И я уже жду вердикта. Дело в том, что при замере емкости на каждом из аккумуляторов, емкость прыгала от 650 до 750 мАч. То есть в два раза меньше, чем заявил продавец, указывая емкость на каждом из аккумуляторов. Также он писал, что эти аккумуляторы якобы Xiaomi оригинальные. Вот видите, да? Значок с обратной стороны. Но аккумуляторы, честно говоря, мне не понравились. Во-первых, они не держат заряд. То есть если я их заряжаю, буквально на следующий день они уже полностью, ну, камера пишет, что батареи разряжены. То есть емкость никакая. Поэтому буду ждать, пока Алиэкспресс вернет мне деньги за этот некачественный товар. Не рекомендую. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Это, кстати, официальный продавец на Алиэкспрессе. Официальный магазин. Но вот именно данный товар не рекомендую. Еще раз покажу. Такой вот аккумулятор для экшн-камеры от Xiaomi. В этом видео также оставлю свои предыдущие распаковки с сайта Алиэкспресс, либо других интернет-магазинов. На этом, пожалуй, все. Кому данное видео понравилось, обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем пока. В этом видео будет распаковка по ссылке с сайта Алиэкспресс. Здесь у нас должна находиться груша для очистки оптики. Сейчас покажу. Вот такая вот груша. Очень качественная. Заказываю не в первый раз. Ссылка будет в описании под этим видео. Очень большой поток воздуха создает. То есть можно чистить электронику, где-нибудь выдувать пыль из труднодоступных мест и чистить оптической системой видеокамер или фотоаппаратов. На этот раз пришла прозрачная пленка на стекло. Давайте сейчас покажу, что это такое. Заказываю не в первый раз. В этот раз я заказал небольшой размер. Здесь у нас порядка 30 сантиметров. Упаковано все достаточно надежно. Как я уже повторяюсь, у этого продавца не в первый раз заказываю. И в принципе все меня устраивает. Вот такой вот рулон прозрачной пленки. Ну как сказать прозрачная. Она прозрачная для дневного света, но не прозрачная для того, чтобы к вам в окно кто-то подглядывал. То есть полностью пропускает дневной свет. То есть в квартире становится так же светло, как если бы эта пленка не была наклеена на стекло вашего окна. Ну и в то же время она, скажем так, обеспечивает конфиденциальность. То есть со стороны максимум может быть виден только силуэт вашего тела. Не более того. Итак, размеры 30 на 200 сантиметров. Порядок наклейки очень прост. Мы должны немного разделить основание данной пленки. И уже на влажную поверхность, ну я это делаю на влажную поверхность, то есть стекло обрабатываю мистер мускулом, клею вот таким вот образом, то есть отделяю пленочку, наношу это все на стекло, и потом обычным шпателем для обоев разглажу это все, выдуваю, скажем так, пузырьки воздуха, которые образуются в любом случае между пленкой и стеклом. И у нас все аккуратненько это проявляется. И получается такое ощущение, что стекло у нас как бы монотонное и в то же время имеет хорошую пропускную способность для света. И вот еще две примера. В комнате светло, и в то же время с улицы ничего не видно, то, что происходит в комнате. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok